Велотренажер для бодрости, доска для порядка. В студии, где работает коллектив «Успеваем» всегда есть, что посмотреть и чем поживиться. Мы ходим в эфир под лозунгом «Мы не торопимся, мы успеваем». Денис, а где ведущие? Время 7, пустой павильон, никого нет. Вообще-то ведущие «Успеваем» никогда не опаздывают. Только в шутку и по большим праздникам. Сегодня телеканал «Успеваем» отмечает свой 15-й день рождения. 6 ноября, 15 лет назад, зрители впервые в прямом эфире телевидения услышали. Доброе утро, в эфире телеканал «Успеваем». Юбилярами себя назвать могут 13 человек. Из них больше половины просыпаются в 5 утра. Чтобы томичи вовремя услышали новости погоды, сразились за приз в викторине и узнали, как живут их земляки. Люди другие, которые работают наутри, они очень рано встают. И они маленько отличаются от тех, кто работает в новостях. Может быть, потому что постоянно хочет спать. В течение года, в далёком 96-м году, я вёл телеканал «Успеваем». Я знаю, о чём говорят эти люди. Я знаю, что они по утрам бывают и заторможенными, и не выспавшимися. И говорят какие-то странные вещи, может быть, непонятные не к месту. Но зато это так здорово. Ведущий утреннего телеканала. Такая запись в трудовой книжке есть как минимум у 15 человек. Одной из первых стал вести «Успеваем» Эвелина Трифонова. Мне сообщают, что у нас звонок уже есть. Сейчас Эвелина живёт и работает в Лондоне. Приезжает редко, но часто звонит. Сегодня впервые за много лет она вышла в эфир «Успеваем» с помощью скайпа. Вообще 15 лет – это такая большая дата. Я подумала, что те дети, для которых мы проводили когда-то конкурсы, которые отвечали на вопросы в нашем эфире, они, возможно, уже закончили университет, и, может быть, уже их дети начинают смотреть программу. Я рада, что программа до сих пор работает, существует, до сих пор её любят. Секрет долголетия канала знают все, успевается и делится с присущей им лёгкостью. Мы, как раз в отличие от других программ, не следим за модой. То есть мы живём вне моды, вне времени. У нас всегда душевно, всегда тепло и всегда радостно. Люди каждое утро всё равно просыпаются. И всё равно они нуждаются в том, чтобы их кто-то разбудил и хорошие эмоции им дал. Вот мы этим занимаемся. Свой день рождения успевайки собираются отмечать в кафе. Улиток в соусе заказывать не будут. Всё-таки священный утренний символ.